Девушки отдыхают Мы нашли Синди, когда она использовала свое новое изобретение – свитер с фонариком и открывашкой. В нижней части свитера на шов с изнанки пришиваем полоску искусственной кожи. Фиксируем второй конец полоски с лицевой стороны кнопкой. Делаем такие крепления с обеих сторон. И подвешиваем на них лазерный фонарик и открывашку для бутылок на карабинах. Синди, говорят, что вы смогли сделать из старой шубы и чучела единорога. Это правда? Да, было нелегко, но я справилась. Главный секрет – побольше глиттера. А мы не отвлекаемся, и вот наша участница номер два – Виолетта. Добро пожаловать. Обтягиваем картонные детали тканью. Тыльную сторону деталей заклеиваем бумагой. Два черных халахупа используем вместо основы. Приклеиваем на них детали сумки. Клеим клапан сумки. Внутрь вклеиваем магнитный замочек. Вау, вот это оверсайз! Виолетта, расскажите, как вам пришла в голову такая идея сумки? Когда-то я возвращалась с занятий гимнастикой, и мне некуда было сложить свои халахупы. И я решила, что сделаю наоборот – помещу не халахупы в сумку, а сумку в халахупы. Это гениальная идея. Ждем вас на нашем шоу «Переделай меня, если сможешь». Наши участницы уже подружились. А мы начинаем! Вперед! Нас ждет первый раунд. Участницы должны выбрать предмет из общей кучи старых вещей. И переделать его так, чтобы можно было надевать на ноги. Итак, начинаем! Синди вытянула старый свитер. Что она с ним придумает? А Виолетта достала… Интимный предмет женского гардероба. Лифчик. Задание первого раунда – сделать предмет одеждой для ног. Кажется, у участниц уже есть идея, как это использовать. От старого свитера отрезаем рукава. Обрезанный край подклеиваем внутрь. Широкую часть вклеиваем широкую резинку. А Виолетта сделает кое-что полезное. Ненужный лифчик разрезаем. К чашечке приклеиваем широкую резинку. Разрезаем ее пополам. И приклеиваем на конце отрезки липучки. Отпарываем бантик и кружево. Прекрасные гетро готовы. А что у соперницы? Вау! Да это же наколенники из чашечек лифчика. Все гениальное просто. Но мои наколенники – это не просто красиво, но и практично. Они защитят мои драгоценные коленки. Жюри оценивает первые результаты. Неплохо. Такого поворота событий никто не ожидал. Мы проникаем в комнаты участниц. И забираем их любимые вещи. У Виолетта мы нашли кеды. А в комнате Синди мы нашли пыль. Но это нас не остановит. Да уж, чтобы такое выбрать. А вот подходящая идея лежит на кровати. Мы заберем плед. Итак, в этом раунде участницы должны переделать свои собственные вещи. С помощью моих материалов – термоклей и ножницы. Время пошло! Рисуем шаблон подошв кроссовок с нарисованными персонажами Риком и Морти. Кладем сверху пергаментную бумагу. Смазываем вазелином. И повторяем рисунок цветным термоклеем. Набудем контуры черным лайнером. Лицо рисуем акриловыми красками. Снимаем фигурку с пергамента. Приклеиваем на подошву кроссовок. Фон заливаем блестящим термоклеем. Соперница уже взялась за работу. Нужно и мне поскорее придумать удачную переделку для пледа. Пара быстрых движений ножницами. И у меня уже готовы рукава. Теперь подберем подходящий аксессуар. Вуаля! Мой плед превратился в изысканный кардиган. А у Виолетты – самая веселая подошва на кедах в мире. Это действительно классно. Даже жаль, что придется наступать на эти подошвы ногами. Интересно, кто выиграет в этом раунде? Следующий раунд. Участницам нужно сделать сумку. Вы можете выбрать любой предмет из мастерской. И превратить его в сумочку. Время пошло! Ну и улов. Шоппер и кет. Или зонтик. Синди знает, как преобразить свой зонт. Ненужную пластиковую папку разрезаем на части. Отдельно вырезаем карман. Оставшуюся полоску складываем вдвое и обрезаем. На целую стенку папки приклеиваем двусторонний скотч по периметру трех сторон. И приклеиваем в качестве кармана на зонтик. Сверху приклеиваем клапан из обрезанной полоски пластика. Также приклеиваем маленький кармашек. Представляем вашему вниманию зонтик с кармашками. Теперь ничто не будет мешать мне во время дождя. Все мои вещи под рукой, прятанные в непромокающих кармашках. А Виолетта не понимает, как она вообще вытянула эти два независимых предмета гардероба. Придется работать с тем, что есть. Подошву кеда покрываем краской для ткани. И делаем отпечаток на тканевой сумке для покупок. Рисуем рамочку. Отрезаем дно. И вклеиваем вместо него кед. Декорируем шов тонкой кожаной полоской. Пишем надпись краской по ткани. Вау, неплохо. Но у меня не хуже. Сумка с подошвой для самых твердых покупок. Такой шоппер можно смело ставить на пол. Он не испачкается. Браво, девочки. Ваши сумки одна практичнее другой. Вы показали хороший результат. Следующий раунд с сюрпризом. Что там внутри? Из этих предметов нужно сделать органайзер для мелких вещей. У Синди варежки. Из фетра вырезаем части для карманов. Пришиваем карманы на варежки. На клапан приклеиваем петлю из резинки. Закрываем клей кружочком фетра. На карман приклеиваем маленький помпон вместо пуговицы. А у Виолетты невидимая одежда. Очень интересно. Ой, простите, ведущая замечталась. Вот и ваш предмет. Кожаная перчатка. Ненужную кожаную перчатку надрезаем по швам. И вшиваем фимуар. Крепим цепочку в качестве ручки. Участницы готовы представить свои лучшие идеи для хранения мелочей. Варежки с карманами. И перчатка Редикюль. У кого поместится больше вещей. И чей органайзер выглядит более элегантным. Ведущая все оценит по достоинству. Соперницы снова решают, кто из них лучше. Но пусть победит сильнейший. Финальный раунд. Я отдаю вам самое дорогое. Мой любимый свитер весь в пятнах от разочарования. Девочки, исправьте эту испорченную вещь. Выбора нет, придется действовать вместе. Интересно, что получится у наших соперниц. Полоску фатина присбориваем посередине. И нашиваем на испорченный свитер, чтобы закрыть пятна. Ну вот, готово. Мы скрыли пятно под слоем нежнейшего фатина. Теперь этот свитер как новенький. Молодцы участницы. А теперь время объявить победителя. Вы обе проявили себя очень достойно. И переделали массу вещей. Но сегодня в шоу «Переделай меня, если сможешь» побеждает... Синди! Ура! И в подарок она получает... Свой собственный переделанный свитер. А вот это неожиданный приз. Уважаемые зрители, не переключайтесь. В следующей передаче у нас будет денежный приз. Субтитры сделал DimaTorzok